Ну, вообще, мне кажется, вот эта вот вся идея целебата для священников, она очень как раз толкает к совершению этих преступлений всяких, и неудивительно. Да ты знаешь, дело не в целебате, дело в людях. Есть люди, которые вообще, в принципе, это люди одинокие, люди, которые вообще, им придет всякая сексуальность, понимаешь? Вот общество, на самом деле, подталкивает часто людей, которые бы жили прекрасно, не вступая, может быть, и в какие отношения, у них нет желания, опыта. Это по целому ряду причин. Жить с кем-то, разделять быт, видеть человека на протяжении длительного промежутка времени. Им интересно читать, заниматься наукой, искусством и так далее. Общаться, в конце концов, с другими людьми, до не заводить постоянных и долгих отношений, тем более бытовых каких-то. Вот эти люди для целебата весьма-весьма подходят. Да, но другое дело, что другой человек, наоборот, для него подходит, скажем, семейная жизнь. Здесь, я не знаю, если священник или там бадахи, должен каждый человек вообще себе выбрать, как он хочет жить. Другое дело, чем он занимается. Он занимается духовностью, занимается религией, но целебат, отсутствие или наличие такового, не должно быть, собственно, на мой взгляд, преградой к занятию теологией. А тут существуют вот такие вот вещи, какие-то разделения и так далее, и тому подобное. Преградой к занятию теологией, конечно, не может быть, но он является... Нет, это не может быть священником. Конечно, не может быть. Священником в определенных конфессиях. Хорошо, то есть ты считаешь, что священниками могут быть только асексуалы, которым это нафиг надо, да? Нет, но священник должен выбирать. Священник должен выбирать. Быть монахом или нет, иметь семью или нет. Нет, вообще нужно остаться на том, что это за человек, насколько он морален, насколько он авторитетен в хорошем понимании для окружающих людей и что он может другим дать. Тут я с тобой полностью согласен, и в этом плане как раз православие в некотором смысле прогрессивнее католичества. Да, да. Там священники могут выбирать, быть им черным священником или белым, то бишь белые священники вполне могут и жениться, и иметь детей, и никаких проблем с этим нет. В католичестве же почему-то все, целебат, и как хочешь себя развлекай. Ну как у различных ветвей протестантизма есть женщина священная. А почему женщины не могут быть священниками? Это тоже, да, конечно, удивительно. Чемпаки, что в раннем христианстве были женщины священниками. Ладно, мы что-то какой-то увлеклись религиозной тематикой. Перед двери белорусских выборов, понимаешь, это имеет отношение как раз-таки непосредственное. Потому что ты меня, видишь, очень гуманная позиция. Я изначально жалею всех тех людей, которые поддержат вот эту странную, так сказать, оппозицию. Они пострадают, возможно, после протестов. Я жалею этих несчастных тоже ОМОНовцев, милиционеров, которые тоже пострадают. А товарищи, которые у власти, которые не хотят никаких перемен с одной стороны, а с другой стороны люди, которые отгребли гранты, им нужно показать, в общем-то, то, что они что-то сделали для того, чтобы изменить режим. Все эти люди, которые получат реальную прибыль, они будут наблюдать, как эти дурачки будут друг друга там бить, издеваться друг от друга, и будут происходить всяческие безобразия. Вот у меня глубоко христианская позиция, я жалею простых людей. Вот если простые люди осознали, что это не их, это не их интересы, что они должны вот этим бонзам, да, этим капиталистам, этим коррумпированным товарищам, тетям, дядям дать возможность разбираться самим друг с другом. Вот это была другая ситуация. Но это, но сейчас хотя бы... Это да, это идиллия, романтические идеи, представления и так далее. Конечно, так не будет, эти люди уже втянуты. За какие-то маленькие совершенно гонорары, премии, бог знает за что, во всю эту историю, которая может, кстати, весьма и нехорошо кончится. Во-первых, они, конечно, втянуты просто потому, что они хотят действительно что-то изменить. Давай так, ты тогда же говоришь, как будто люди пошли чисто за маленькие гонорары такие. Нет, не в гонорарах дела. В Беларуси сейчас есть запрос на смену, на изменения. Так изменения какие? Изменения чего? Вот изменение должна быть какая-то программа. Мы уже говорили, что в Беларуси есть желание изменить по принципу Нового года и появления Деда Мороза. Каждый заказывает свое желание и потом в итоге ничего не получает. Потому что должна быть какая-то маломайская программа в разных областях, прости господи. А тебе не кажется, чтобы белорусы перестали верить в Деда Мороза, этот Деда Мороза-заменитель должен прийти и навалять им, кому-нибудь руку сломать, чтобы другие увидели. После этих выборов вообще Деда Морозовщина закончится. Глубокой депрессией. Все опять окончательно это поймут, как я недавно пришел к выводу, что в Беларуси у каждого поколения должна быть своя проигранная революция. Вот мне повезло, у меня была одна выигрышная. Потому что 90-е ходили на какие-то митинги, потом сменилась власть, развалился Советский Союз. Но как-то это закончилось типа победой, какой-то был положительный эффект. После этого никто никакой победы вообще не одерживал. И никаких сменений в результате своих страданий вообще не получал. И к этим людям вообще никто не прислушивался. Это очередная история. Но она вот, это депрессия, которой будут подвержены многие люди и так далее. Она должна навести не только на внутреннюю миграцию, на создание каких-то произведений искусств, каких-то художественных форм протеста и вообще активности на протяжении всего времени. Потому что у нас, знаете, выглядит как у студентов. От сессии до сессии живут студенты весело. Вот что остальное время, вот что происходило в Беларуси все остальное время? Да ничего. Они получали там свои эти ништяки в виде грантов. Другие делали вид, сидели спокойно, так сказать, при власти. Все было мило и хорошо. Все получали удовольствие. Пили пиво, так сказать, с воблой, гуляли там под руки и так далее. Я видел, кстати, несколько представителей власти с представителем так называемой оппозиции. Они так ходили, мило разговаривали и так далее. Все хорошо вообще было. Но вот пришло время, да, отрабатывать бабло, и все бросились его отрабатывать. Причем крайними оказываются вообще самые простые люди. Ну, плохо-то все. Некрасиво, в общем-то. Ну, что тут, это уже не первый раз, там, не второй, не третий. Поэтому, что тут, нам не привыкать, как говорится. Я еще по этому поводу хотел вот с тобой обсудить вот эти всякие митинги, поддержки белорусской оппозиции, ну, вообще смены чего-либо в Беларуси за рубежом. Вот у нас тут в Лос-Анджелесе проходили всякие, ну, белорусы, то есть белорусы собирались и показывали вот эту солидарность, что ли, с белорусским народом. Вот это мне еще тоже, знаете, мы вообще со Стефанычем сейчас выглядим, как будто мы постоянно какие-то старые бабки такие, да вот не делайте, не сувайте пальцы в розетку, вот это. И вот здесь вот эти... Мы выглядим как маргиналы, понимаешь? Ну, маргиналы, да. Потому что мы можем просто, во-первых, мы знаем, что дальше будет, во-вторых, мы можем предположить, к чему какие-то действия могут привести, просто потому что это, мы уже миллион раз это повторяли, что это миллион раз было. Это, знаете, это не какой-то бином Ньютона, который ты сел изучать. В Беларуси это уже все было, и поэтому нам крайне удивительно наблюдать все вот эти... Возвращаемся к первому твоему вопросу, ты хотел про Запад спросить. Итак, отвечаю. Первое, про США. Знаю, как многие люди, которые в США получили право на жительство, они всякими законными и незаконными способами у разных деятелей оппозиции и у белорусских получали справки. Хотя ни в какой деятельности, ни в каких партиях, ни в каких протестных акциях они не участвовали. Для того, чтобы получить статус политбеженца в Соединенных Штатах Америки, они получали эти справки. Поэтому, ну и как бы они стали гражданами США, они получили право на жительство, поэтому они могут выйти, да, и сказать, мы за демократией, вроде как пострадали. Все это очень красиво и главное безопасно выглядит. США, то же самое в Европе. Да, могу назвать человек 10-11, которые вообще ни в какой оппозиционной деятельности вообще не участвовали, но мило от своих родственников, знакомых, родных, людей, которые вообще могли надыбать вот эти справки, они получили для того, чтобы получить право на жительство в разных европейских странах. Были действительно люди, которые сбежали от каких-то репрессий, но таких меньшинство. Большинство бежало от депрессий, потому что в Белоруссии нечего было делать, вроде они не могли свои знания применить, там нормально учиться и так далее. Они эмигрировали, вроде как кто-то где-то себя нашел, а кто-то не нашел, бог его знает. Опять же, поддержать родную страду это хороший повод потусоваться. Собраться вместе, вспомнить былое, вспомнить Беларусь, пожарить дранечек, понимаете ли, скушать его, прогуляться вместе под руки и так далее. Ну, кстати, очень важно, обычно делают украинцы, русские, у них очень такие, есть четкие связи с родиной, белорусы обычно. В Беларуси, кстати, тоже... Дезориентированные крайне редко, они говорят, что мы с Беларусью, у нас есть национальное объединение, это не Азербайджане, не армяне, не евреи. Например, в том же Сан-Диего я точно знаю, есть конкретно объединение, конкретно белорусов. Это достаточно недавно появилось, это, как правило, это люди молодые, которые недавно там эмигрировали. Пожилые люди, это советские люди, потому что Беларусь была самой советской республикой. Это люди полностью решенные национальных каких-то корней, это люди, которые говорят, как-то, я знаю, в Берлине, а кто вы? Да вы славяне, да, что такое славяне, да, чехи тоже славяне, поляне... А еще часто говорят, я советский человек, вообще продолжают еще это. Тоже, да ради бога, это право каждого, как он себя там называет. Поэтому произошли гуляния, да, как это вообще повлияло на ситуацию в Беларуси, вот эти протесты соотечественников за рубежом, никак. Нет, а я тебе расскажу, почему, они повлияют на, они потом повлияют на события в Беларуси, потому что, таким образом, они привлекли внимание местной прессы. Например, The Guardian написал про эти, CNN я видел, я не знаю, делали ли они про это, но точно писали про вот этих митинги, то есть это привлечение внимания к проблеме в Беларуси, а значит, после выборов белорусы получат еще больше санкций от США, от Германии. Нет, ну смотри, санкции какие, вот американцы убрали посла, он должен был приехать или там ехал, или он едет где-то там, похваченный коронавирусом в Европе, понимаешь, на карете, в ковбойской шляпе с пистолетами, вот там, приехал во Францию, там на пароходе приплыл и едет. Его где-то там остановят телеграммы или голубя вышлет из Нью-Йорка, там, Трамп из-за жадности, чтобы сэкономить на телеграмме, там, какой-нибудь там голубь будет лечить через Атлантический океан, там, через бури, вот, и где-то уже на территории Польши он застигнет вот этого посла и вот развернется обратно. Это будет невероятно тяжелые санкции, потому что все там 150 человек в месяц, которые могли получить визы в Минске, включая, кстати, этих оппозиционеров и несколько там количества студентов по программе Walk and Travel, которые ездят там обслуживать американские кафе, гостиницы и так далее, все они поедут ровно получать эти визы в Киев или в Москву. Это невероятно донесет ущерб белорусской экономике, да, вот, расстроит этих студентов, потому что придется бодяться по Москве или Киеву в ожидании получения этой американской визы, да. Вот и все, к чему это приведет? Да ни к чему. Ни к чему, да. А Европа уже введены санкции, они до сих пор. Против кого они вводятся? Зачем? При этом, обрати внимание, законы капитализма. Крупные компании, да, которые реально имеют интересы в Белоруссии, немецкие, которые разрабатывают, допустим, калийную соль, добрая старая нацистская фашистская компания Икеа, да, владелец которой долго когда-то имел отношение с нацистскими всякими кругами, они имеют производство. Вот Икеа имеет производство в Белоруссии, где они производят там древесину, мебель, еще что-то. Кстати, находится это все в зоне близкой к Чернобылю. По поводу экологичности Икеи возникает закономерный вопрос. Но Икеа не пишет, что это сделано там в Могилеве или Могилевской области. Оно пишет, что это Икеа. И у всех это ассоциируется со Швецией. Кстати, а самое интересное, слушай, а Икеа делает эти на Белоруссии, но самого магазина Икеи в Белоруссии нету? Продается Икеа в всяких сетях, есть можно на дом заказывать. Еще Туск открылся датский здесь. Все открывается, но в самом деле нет никаких санкций. Есть общие законы капитализма. А под Заславлем завод Хенкель, например, стоит по производству всей этой бытовой химии. Пожалуйста, дальше продаются, да, сьют французскую одежду под известными брендовыми марками. Кстати, недавно фабрика детских игрушек была куплена американской компанией. Она будет называться Batman. Слушай, стыдно. Как эта компания американская, которая принадлежит всей этой бренду? Hasbro. Hasbro, да, будет производить в Белоруссии игрушки. На фабрике, которая раньше производила детские такие маленькие белазы, экскаваторы. Но они были очень качественные. Я их даже в Польше видел белорусского производства. Я думаю, ты сейчас скажешь на фабрике, которая производила белазы просто, конкретно белазы. Ну, белазы, нет, я имел в виду детские, детские, лёжечные, да, для маленьких руководителей предприятий, для того, что... Вот вся эта ужасная вообще американская детская продукция, которая пропагандирует насилие, секс, наркоманию, она будет производиться в Белоруссии, совершенно спокойно по Европе распространяться и в мире. И никто не будет вообще спрашивать, где она произведена. В Белоруссии, в Туркмении, не знаю, в Узбекистане. Есть бренд, да, которому принадлежат определенные, в общем-то, фигуры, герои. И всё это будет продаваться прекрасно. Поэтому, ну, слушайте, давайте уже закончим санкции. Причём, обрати внимание, санкции создают проблемы простым людям, которые там... Да, и иногда там оппозиционерам, которые любят в Литву съездить, затариться, допустим, там, в какие-нибудь гиперы с женами. Вот сейчас, как бы, отвалят гонорары после всех этих событий, и народ откроет границу с Литвой, с Польшей. Народ, собрав валюту, молча туда поедет затариваться, да, потому что, смотри, сентябрь, у кого-то есть дети, внуки, кто-то захочет на зиму шмотки приобрести подешевле, помоднее. Вот туда, собственно, все и ломанутся, да, очень много. Будут стоять огромные очереди. Все будут стыдливо опускать глаза, как там руководители многих партий, помнится. Не айронизировали, шутили с жидой, так было стыдно, они стали в очереди на литовском вокзале подземном, да. Вот, они ехали, потом странно их встретили в ресторане одного отеля, они сидели там, в общем-то, разговаривали, обсуждали получение грантов с человеком, который говорил там на одном из европейских языков. Все, короче, хорошо, все будет хорошо, скоро откроют границы, и вообще все закончится чудесно. Мир прекрасен, удивительный, и главное, очень хорошая погода. Хочу закончить просто тему с этими митингами солидарности за рубежом, в том плане, что я это все-таки вот ощущаю как лицемерие, поэтому я, например, не могу в подобном участвовать. Ну, просто потому что, ну, ты находишь, вот там фотки, например, ты просто сейчас не видишь, я показываю фотку из Лос-Анджелеса, там такое светлое небо, солнце светит, и народ там скандирует, освободите политзаключенных, мы с вами Беларусь. Правильно, есть политзаключенные, есть люди, которые не заслужены совершенно чудовищно арестовывать. Нет, естественно, я не спорю. Их должны освободить. Я не спорю. С точки зрения христианской совершенно невероятные есть вещи, творятся людей ни за что, их очень жалко. Их нужно освобождать, причем немедленно, они плохо себя чувствуют. Но дело в том, что каждый развлекается как может. А в США крайне важен вообще принцип, что если это законно, каждый может в любом месте развлекаться как хочет. Поэтому ты должен, как человек, живущий в США, к этому относиться с пониманием. Я, как человек, живущий в США, отношусь к этому с пониманием, но как человек, живущий в США, родившийся в Беларуси, и проживший там большую часть времени, и волнующихся о людях, которые остались в Беларуси, я считаю, что это плохо, то, что они делают. Потому что, во-первых, они поднимают какие-то, вдохновляют людей в Беларуси на вещи, в которых они сами участвовать не будут. И они... Понимаю, ты сейчас скажешь, да, ваш каждый выбор что-либо делает. Вот никого. Они могли... Вот люди, я, например, те же люди, которые живут в Калифорнии, многие из них уже довольно хорошо обеспечены, у них есть хорошая работа, у них есть какой-то бизнес. По-моему, очевидно, например, выступить и сказать, ребята, убирайте Лукашенко, мы вам какие-то инвестиции сделаем, мы открываем какие-то вещи в Беларуси. Но они же даже не планируют в Беларусь вернуться, понимаешь? У них нету этого... У них нету этой цели. Слушай, Вердович, в Беларуси столько американских компаний, вот это там парки высоких технологий, причем там процентов 80 людей, они как бы американские граждане, но все это местные товарищи. Ну да, это да. Они открывали здесь бизнесом, просто это никто как бы не афиширует. Это к вопросу санкций. Да. Этих фирм здесь, каждая фирма, не все эти фирмы американские. Да. И они спокойно, совершенно работают. Помнишь, когда приезжал с Траповской администрации в Минск, товарищ, как он рыдал, когда его парки технологий? Да, Помпео. Толстый, веселый, похожий на такого американского героя из американских комедий. Он просто прослезился, потому что, смотрите, порядок. Работают американские компании, которые платят налоги в США, и вообще все чудесно, все сказочно. И все эти компании желательно, чтобы были в США. Кстати, это можно вспомнить историю с ТикТок, да, дней ближайших. Когда я увидел, что там закрывает Трамп ТикТок, да, лишает их, там вообще будут банить этот ТикТок. США, а потом, слушайте, может делать какую-то моральность или аморальность. Оказывается, дело простое, любимое, капиталистическое. Он просто решил отжать этот бизнес, чтобы вообще ТикТок-компания находилась не в Китае, а в США и платила там налоги. А вообще, что они там вещают, о чем говорят, вообще на привлечении. Это не совсем так. Это не совсем так, потому что еще до объявления вот этого, то, что Трамп говорил, Майкрософт уже объявила, что она покупает ТикТок, уже объявляла. Ну там разговор, здесь или половина? Из-за того, что Трамп вот это сказал, Майкрософт пришлось остановиться. И она сказала, ну тогда пока не покупаем, раз его запрещают тут, видимо. Подожди, ну там не половина, да, Майкрософт покупала американскую часть ТикТока. Понимаешь? Ну этого достаточно. То есть это будет, ну, она уже будет принадлежать Майкрософту, пожалуйста, и работать. Даль Джазири, вот в каких-то других источниках прочитал, там фишка в том, что Трамп настаивает на полной покупке. То есть никаких половин быть не может. Либо All or Nothing, да, как называлась пластинка такого фейкового дуэта Мили Ванили, когда там играла одна группа, а два молодых человека наняты продюсером из Франкфурта танцевали. Так вот All or Nothing, да, получается у Трампа. Понимаешь, я понимаю, ты можешь считать, что это политически, в некотором смысле, такое дело капиталистическое, но в последний год было много скандалов в плане шпионажа китайских компаний. Так, например, устанавливались всякие, я не помню, то ли 5G вышки, то ли где, в общем, конкретно были шпионские жучки на оборудовании, которое поставлялось из Китая и устанавливалось в США. То есть, ну, американцы, в некотором смысле, довольно наивные люди, они, знаешь, если заключен контракт... Это уже до каких-то, понимаешь, вот эти телеги про китайский шпионаж в США, он, это рассчитано вообще на людей глубоко умственно отсталых. Почему? Почему, если вся китайская электроника, в общем-то, современная, построена на американских этих разработках? Альберыч, зайди в любой университет, если ты бывал, или в любые компании компьютерные, и посмотри, какое количество бывших или нынешних граждан Китая там работают или учатся. И все станет на свои места. И что? Любой из них потенциально может работать, или он является агентом китайской разведки. Отлично, отлично, может работать. А как это отменяет факт шпионажа? Или типа не принимайте китайцев в университеты китайцев, или что? Каждый из них потенциально может просто эту информацию тоннами сливать напрямую китайской разведке, что они и делают. Так это шпионаж. Зачем это делать? Так шпионаж тогда в США миллионы шпионов китайских. Слушайте, зачем вам заниматься каким-то снижением отслеживаемым телефоном? Какой-то фигурой? Да нет, там не снижение телефона. Я не помню, в чем конкретно было это. В любом случае это шпионаж. Это рассказ, это обычный. Вот как у них была исламофобия, вот это название Аль-Джазира, которое ни о чем. Организации, которые не существуют. То же самое и с китайским шпионажем на территории США. Подожди, Стефанович, во-первых, после практически половины нашего подкаста всем привет. Вы видите Альберта еще и Стефановича. Альберта еще и Стефанович клевещут. Ты можешь вначале запустить, а потом как бы вот начинаешь. У нас новая фишка, мы в середине всего этого здороваемся, всего этого дела теперь. Ну, как бы, видите, мы как разговаривались и понеслась, ведь много всего можно обсуждать. Я хотел, вот мы начали про религию, я хотел другой вот новости, которая очень, ну, меня повеселило, там, там даже не надо ничего обсуждать, там просто сказать саму новость, патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве. В общем-то, я считаю... Нет, слушай, да, был гениальный ответ, я считаю, это 15 баллов, это не моя идея, но вот самый хороший ответ, это миллиардер Кирилл сказал не верить слухам о том, что он миллионером является. Вот это 10 баллов. Ну, слушайте, конечно, он не миллионер, но, слушайте, объемы-то какие. Одного производства, продажи, смотрите, серебряной продукции, там, икон, значит, подарки от всяких благодарных граждан за отпущение грехов, которые входят там и от государственных чиновников до уголовных авторитетов. Да, слушайте, тут статей дохода столько, что, ну, не просто смешно говорить, конечно, зачем человека обижать пожилого, что он является подпольным миллионером. Нельзя так делать. А мне больше понравится комментарий, мне больше понравится комментарий, то есть, патриарх Кирилл призывает не верить в то, что мы видим, но при этом верить в то, чего мы не видим. Понимаешь? слушайте, это личный комментарий человека, который профессионально занимается вообще религией, общается с высшими силами и так далее. Он вправе заявлять такие вещи, как каждый из нас. Вот он заявил, а мы подумали и сказали, что действительно человека незаслуженно обидели, назвав его подпольным миллионером. Нельзя так. Он явно миллиардер. Не надо, зачем недооценивать человека? Зачем обижать? Он тем более давно этим занимается. Миллионером, скорее всего, еще в Беларуси был, когда в Могилеве работал. То есть, он давно уже, собственно, тем более там объемы такие, налоги не платились там. Все это доставлялось, не буду говорить, как всем известны эти факты, какими самолетами, в какие аэропорты, как это все прокручивалось. Слушайте, ну давайте перейдем в другую новость. Не будем знать хорошего человека. Я еще хотел уточнить, что, наверное, в некотором смысле действительно считать его как частное лицо богатым человеком не совсем правильно, потому что, а куда? Он же, например, когда умрет, это богатство не перейдет его никаким родственникам, никуда. Оно все в церкви останется. Это в некотором смысле ты думаешь перейдет? Есть племянники какие-нибудь, есть у него родственницы, которые с ним проживают в соседних квартирах и так далее. То есть, на самом деле, это тебе только кажется. Да? Либо, смотри, если ты останется в церкви, то это вообще прекрасно. Человек обладал талантом бизнесмена. Он заработал много денег и оставил это все в организации, в которой трудился на протяжении многих лет. Он получал возможность какие-то тратить на мелкие приятные вещи, какие-то дорогие часики прикупить, какой-то крестик, какие-то там, не знаю, вещички и так далее. Но ведь он работает, он же бизнесмен, он руководит крупнейшим предприятием. Почему он не может себе начистить хорошую зарплату? Вот менеджеры крупные могут, а он нет. Почему? В этом плане, да. Я считаю, что если он оставит это все в церкви, то значит мы зря как бы на... Конечно, и сейчас зря, потому что неизвестно вообще намерение, на что он это оставит. Поэтому кому это... А прикинь, он нам с тобой оставит, вот это будет поворот. Я говорил уже многократно, я с ним лично ни разу не общался. У меня есть друг, товарищ, он с ним общался несколько раз, еще в Могилеве, когда он начинал свою карьеру. Есть такие люди, но я лично с ним не общался, не могу сказать. Но то, что он имеет право как удачный бизнесмен, на заработанные деньги покупать там, не знаю, машины, не знаю, кушать в ресторанах, посещать клубы какие-то, отдыхать. Почему нет? Ты его права. К следующим бизнесменам, от российских к зарубежным. В конгрессе США по антимонопольному делу с участием Facebook, Apple, Google и Amazon на протяжении шести часов одновременно допрашивались генеральные директоры этих IT-корпораций, то бишь Марк Цукерберг, Тим Кук, Сундар Пичай и Джефф Безос. Никогда до этого, ну, собственно, это четыре главных IT-компании, можно сказать, главных компаний вообще США, в принципе, потому что Apple, по-моему, на первом месте находится, по-моему, Microsoft на втором, Google, Alphabet конкретно, который Google на третьем, по-моему, так, я могу перепутать. И вот, по мнению Конгресса, все четыре компании используют свои ресурсы и влияние, чтобы купить, скопировать или уничтожить потенциальных конкурентов. В частности, Facebook вместо конкурентной борьбы приобретал стартапы, Instagram и WhatsApp. Apple и Google, контролируя магазины на собственных платформах, фильтруют новые приложения и тем самым ограничивают конкуренцию. то есть, когда вы в поиске ищите что-то, что-то купить, то они первым делом сверху показывают те продукты, которые вы у них можете купить. То же самое касается Амазона, который использует данные поставщиков на площадке и стартаперов, чтобы запускать собственные товары аналоги под своим брендом и свести конкуренцию на нет. Действительно, вот если в Амазоне очень много вещей продается, как бы, у них это называется Amazon то ли Originals, а, Basics, то есть, вот у меня есть там шнур, например, амазоновский, у меня есть какая-то стойка для микрофона, по-моему, амазоновская, то есть, они вот всякие такие товары, которые они видят, что много покупают, они выпускают свой аналог и продают его дешевле, это я про Амазон говорю. И, короче, вот эти шесть часов были слушания, и, конечно, никто из директоров компании ничего дельного не ответил, то есть, все обвинения... Да, вот я остановлю тебя на секундочку, хотел прокомментировать. И здесь мы возвращаемся к религиозной тематике. К огромному сожалению, уже столетия, да, наверное, очень много, так сказать, длительный промежуток времени не существует суд, которым руководил Тарквимада, да, суд Инквизиции. Вот как раз, к огромному сожалению, нету суда Инквизиции в таком классическом испанском варианте. Вот этих людей, в принципе, чтобы они что-то сказали или что-то от них добиться, каких-то изменений или вообще что-то, нужно их, конечно, допрашивать только, было бы, наверное, такого мастеру, как, допустим, Тарквимада, да, там, известному Инквизитору. Современная система, судебная, любая, до этих людей, которые обманывают все налоговые системы, которые выводят деньги в офшоры, при этом они пользуются всеми благами государств, где они живут, которые не обкрадывают. Потому что, если из офшоров получает программист, Амазон деньги и так далее, он ничего не платит. Он живет за счет обычных налогоплательщиков. И вот к этим людям, конечно, это очень жестоко, но нужно было применять другие методы, да, в принципе, по очереди их вызывать и как минимум наказывать, да, спускать штаты и пороть. Может быть, это бы дало какие-то результаты, потому что вообще все эти слушания, они в пользу бедных. Это своего рода телешоу, которые изначально ни к чему не могут привести. Это пустые разговоры. Это опять не совсем так. Это, знаешь, Стефаныч сидит в той стране, где эти как раз, ну, во-первых, подобных разговоров просто не будет, и они действительно ни к чему не приведут. Но в США была куча примеров и антимонопольных разделений компаний. Это даже, это еще начиная с прошлого века, там, с середины, когда нефтяные компании делили на несколько, чтобы не было этих монопольных сговоров. Альбертич, это не привело к главному. Это было... Потому что эти люди уплатят налоги в ту же американскую казну. Посмотри, сколько Apple, сколько Facebook они выводят средств в офшоры и как они вообще распоряжаются деньгами. Станет все понятно. Эти компании, первые, работают только на себя и они действуют так исключительно, чтобы наколоть это самое законодательство. И те государства поиметь, в которых они зарабатывают свои деньги основные. Вот и все. С этим я не буду спорить. Так в этом и идея правительства и государства, чтобы вот эту всю фигню регулировать. Тут ты, знаешь, это мы сейчас опять к вопросу веры возвращаемся. Ты веришь в то, что это ни к чему не приведет, я верю, что это может к чему-то привести вот эти слушания. Все. Поэтому я и слежу за этим. Это опять, это новая, новая отрасль промышленности. Не шоу, новая отрасль промышленности. Это все новые компании еще айтишные, которые только вот сейчас появились. Многие просто не знают, как их еще регулировать, как к ним подобраться, что с ними сделать. У нас даже в Беларуси не могут отжать айти-компании, потому что не знают, что с ними делать потом, понимаешь? И в США то же самое, там сидят старые дядьки в Конгрессе. Вот, например, зампредседателя подкомитета Джеймс Сэнсенбреннер, республиканец, вообще перепутал Фейсбук с Твиттером, когда вопросы Цукербергу задавал, понимаешь? Так вот, что он может обсуждать, с кем он может обсуждать, если он путает Твиттер с Фейсбуком? Это еще раз показатель, что это шоу. С одной стороны, старые, не знаю, с техасских ферм, такие американские, нормальные здоровые колхозники, которые там быков разводили вчера и продавали этих бычков и участвовали в Родео, а с другой молодые ребята, там, с Силиконовой долины, которые в душе просто стебутся над этими всеми слушаниями, выходят и просто пиарятся за счет этого. При этом система не меняется. Это при этом, ну и главное, конечно, телега, есть там герой, в общем-то, народного фольклора Трамп, поэтому главное перевести внимание до этих компаний злобных, в то время, как пока, так сказать, самому лишний раз по жопе не получить, да, это очень хороший информационный повод перевести это внимание, по-моему, так. Ну, давай к более приземленным делам. Жена пошутила, сказав мужу, что ребенок не от него, мужчина шутку не оценил, пошел сдавать ДНК-тест и оказалось, действительно, не от него. Тогда жена, как бы, удивилась, потому что она пошутила, действительно, пошла тоже, сдала тест и отказалась, и не от нее ребенок. Это все происходило в Китае. Звали родителей Хэ Фан и, слушай, нет тут имени и фамилии. Слушай, давай без подробностей. без подробностей. Дело в том, что, да. Перепутали, ну, перепутали в роддоме младенца. Они нашли потом других родителей, у которых их ребенок, а у них, получилось, вот тех родителей, поменялись, стали дружить с семьями. Ну, то есть, пока все благополучно, это произошло. Они в маленьком возрасте успели это сделать, вот. Но дело в том, что мне это напомнило историю, которая в России произошла. Я буквально, не знаю, ты помнишь это или нет, где-то два года назад была история, когда взрослые, взрослые дочери, абсолютно, там, не знаю, женщина уже лет по 30 было, и выяснили, что они были перепутаны в роддоме. Это какой удар вообще для обеих семей произошел? То есть, тут хотя бы... Слушай, бывают невероятно трагические вещи. И тут, знаешь, есть вещи, которых сложно судить. Мне вспоминается рассказ о Шолохово, да, где мальчик встречает солдат, ему кажется, что ты его отец, хотя отец погиб. Он говорит, да, ты мой сын, он его воспитывает и так далее. Вспоминается фильм, где играет Леонов, когда он находит ребенка, его приносит домой, все думают, что он где-то нагулял, а женщина с ним отдала ему этого младенца, хотя он его просто обнаружил на дороге, но его воспитывает и так далее. Бывают разные невероятные вещи в жизни. Главное относиться по-человечески. И, знаешь, есть родители, которые воспитывали не своих детей, но у них очень близкая связь. Моя бабушка воспитывала дочку моего дедушки, да, ее мать расстреляли фашисты, ее брат расстреляли фашисты. Вернее, расстреляли, закопали живьем двухлетнего мальчика. Она воспитывала эту девочку, она стала потом учителем истории, она относилась так же, как к своим детям. Часто даже между неродными родителями и детьми могут быть очень хорошие контакты, понимания. Да, конечно. И даже неродные родители могут идти на невероятные жертвы ради того, чтобы воспитать ребенка и для того, чтобы его понять и вырастить нормальным человеком. Бывают совершенно разные истории. И хорошо, что не вовремя обнаружили. Сегодня, кстати, была история в том же Китае, невероятно, две минуты назад читал он. Отец, отцу показалось тоже, что у него неродной сын, да, и он пошел тоже сдавать ДНК-тест в начале поликлинику в Китае. Его оттуда прогнали. Потом он, я скажу, почему, потом он пришел в больницу, его вообще оттуда выставили вместе с сыном. Проблема в том, что мы поместили фотографию, они настолько похожи, просто, ну, знаешь, вот бывают идентичные люди, когда не нужен вот тест никакой. Они настолько похожи, что, знаешь, тест делать глупо, да, вот как можно его не делать, да, даже если кто-то очень сильно сомневается, да, вот как, не знаю, стояли фотографии моя там, не знаю, четыре года и моего сына, это один человек, да, к вопросу, почему любишь сына или не любишь, как не любить себя, понимаете, сын это как мое второе я, я, ну, как бы, вот как себе пожалеть чего-то, да, сладкого, игрушку и так далее. Семя же не пожалеешь, правильно, Альбер, не ждать никогда? Никогда. Как это, да, подумаешь, 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 слушайте, ну, а что мне, себе жалко, что ли? Так и здесь, тут же очень сложные вещи, но вот бывают такие, к сожалению, ситуации в жизни, когда бывают такие вот вещи, странные случаются. По-моему, это очень легко решается, после того, как вам из роддома выдали ребенка, надо проводить тест ДНК сразу двум родителям, это надо как на государственном уровне сделать или еще что. Нет, так это просто решит какие-то проблемы, понимаешь, у них в семье, например, была проблема, что не похожа на них дочка, и каждый друг, ну, понятно, муж на жену, жена-то знает, что она рожала, понимаешь, а муж на жену, типа, думает, ага, нагуляла, вот эти вот проблемы эти... Ну, слушай, это бывают такие, конечно, случаи, слава богу, таких проблем пока не так много, да, потому что, да, сегодня меня поразило видео, там, знакомый из Голландии, такой диджей, радиоведущий разместил, когда в Японии стоит девушка на какой-то выставке, да, такая симпатичная, как бы, модель, и рядом такая маленькая японочка, и модель, знаешь, есть такая фирма, она роботов выпускает, вот у них есть какой-то типаж лица, да, я даже, я знаю, что-то, если попробую найти даже его, да, да, и она подошла, и она стала ее щупать, потому что она хотела понять, это робот или живая женщина, вот это уже новая реальность, когда пока человек стоит полностью в растерянности, и он не может определить, он имеет дело с роботом или с человеком, и он начинает проверять его тактильно на ощупь, вот эта реальность и то, что это произошло на самом деле, вот это для меня какой-то совершенно новый сигнал, новый какой-то уровень восприятия человека человеком, новый уровень восприятия реальности, ты уже не уверен, с кем ты говоришь, с машиной или с человеком, вот я тебе по этому поводу лучше историю как раз добавлю, которая тоже произошла буквально на днях, кто-то, ну и знаешь же, есть эти Алиса там у Яндекса, Олекса у Амазона, вот эти, вот у меня тут даже висит Google, я могу там сказать, hey Google, what time is now? It's 7.59 a.m. Ну, он там как-то разговаривает со мной, я слышал, там на фоне ругательства, Альбердич, да пошел ты, раннее утро, дай поспать, да, слушай. Так вот, какая-то девушка сделала на сайте знакомств профиль, и решила, когда ей будут писать мужчины всякие, да, скармливать это вот подобному роботу, чтобы он как бы за нее отвечал, понимаешь, и получились абсолютно нормальные разговоры, мужчины радостно шли, ну, знаешь, на поводу, договаривались с ней, разговаривали, всячески вели очень долгие беседы, вот это меня больше пугает, чем то, что ты можешь увидеть робота, похожего на человека, это пофигу, а вот то, что ты можешь с кем-то общаться, даже не с настоящим человеком, вот это большая проблема, и даже шутки, шутки уже пошли... Альбертич, более того, я могу сказать, что я была идеей такой программы, да, это такого компьютерного психолога, да, с которым как бы интеллект, там, отсутствие наличия, к которым может человек как бы общаться и получать разрядку и психологическую помощь, это все вопрос буквально, не знаю, нескольких лет, когда все это появится, ведь обрати внимание, люди, которые вообще пользуются этими сервисами, в основном люди одинокие, человек, который может познакомиться с девушками, по этим сервисам не шастает, он идет и знакомится, да, с девушками, и им главное, таким людям, извини, выговориться, и поэтому любая фраза, типа, ага, хорошо, нет, там не такие, там не такие, я сейчас, я ищу, как бы, скриншот этой переписки, не важно, я, это не важно, но это крайне важно, понимаешь, если бы там может плакат девушки висел там симпатичный, и молодой бы человек выговорился, ему бы уже легче стало, и он бы может быть сказали, что ты знаешь, вот ты назначаешь встречу, с плакатом, там за стеной кто-то сидит, и точно придет кто-то, то может быть и тоже назначали, это ощущение присутствия кого-то, и того, что тебя кто-то слушает, уже является терапией, возможностью того, что человек выговаривается, и получает, ну, какое-то облегчение, да, в своих желаниях, или по крайней мере, в том, что тебя кто-то хотя бы выслушал, прислушался к тебе. Вот сейчас я показываю картинку, просто Стефанич сказал, что этими сайтами пользуются, только одинокие люди. Ну, не только, просто 80 людей. Сейчас график, я показываю, начиная с 60-х годов прошлого века, и до сегодняшних дней, где люди находили себе пару, ну, там, с которыми они жили вместе. если в 60-х, на первом месте было через друзей, на втором месте через семью, на третьем месте вместе учились, и так далее, то сейчас мгновенно, буквально с двухтысячных, просто на первое место взорвали, ворвалось онлайн, нашли себе пару, на втором месте так и осталось, среди друзей, и на третьем, либо в баре, либо в ресторане. То есть, на самом деле, на этих сайтах знакомств большинство сейчас находит себе, ну, я вру, не большинство, там не большинство, там 20% написано. 20%... Альберты, сейчас эпоха, к сожалению, одиноких людей. Да. Это огромная, чем дальше развивается цивилизация, чем дальше развивается вот это урбанистическое общество, эти огромные города, где многие вещи обезличены, где соседи не знают, кто у них живет за стедой, это Дарбальда. Но с другой стороны, люди невероятно одиноки. Главная проблема современного мира это одиночество. И она, чем дальше развивается цивилизация, тем она более острее становится, эта проблема. Поэтому проблема вот этих сайтов, что они хоть как-то помогают этим одиноким людям обрести знакомых, может даже найти себе пару. И это совершенно хорошо и нормально. И то, что посещают эти сайты, такие люди, это тоже совершенно закономерно, безусловно. Да. Да. Допустим, тебе если не нужно, да, у тебя много партнеров, знакомых по общению. Зачем тебе еще это увеличивать количество? Ой, да. Здесь, конечно, больная коммуникация, я знаю, людей, у которых я не могу общаться с сотнями и тысячами людей, потому что я пытаюсь качественно общаться с небольшим количеством людей, апеллировать к конкретному человеку. Не шизоидно там общаться со всем миром, да, а конкретно с кем общаться. Собственно, как ты это делаешь сейчас? Да, как я делаю это сейчас, конкретно с тобой общаюсь. Потому что мы говорим с тобой, и желающие могут просто увидеть, как мы общаемся, просто присоединиться к беседе. Вот и все. Я вижу это так, по крайней мере, для себя. Не апеллировать к какой-то аудитории, да, собрать там собрание, там, стать на сцене и апеллировать. Тогда бы я политикой занимался, публичной. Вот, сделал бы какую-то там партию. Вот хорошее, кстати, название, христианско-коммунистическая партия. Сразу видно, что люди, да, я сделаю это обязательно. Это киперпопулистская партия, которая выступает за всяческие свободы, и главное выступает там за честность и за справедливость. Прекрасное название. Кстати, очень такое хорошо бы пошло на постсоветском пространстве. Ну да, возможно, ты даже бы прошел куда-нибудь. Да, с кем-нибудь. Подруки. Да, не дай бог, прошел бы. Слушай, ну, может, проблемы людей уже хватит обсуждать, а обсудим проблемы пчел? Давай пчел, и закончим программу до этого. Главное пчелы, а все остальное ерунда. Слушай, тем более пчел так много на планете, что они, если подпишутся на нас и будут смотреть, то... Куда пропали пчелы? Куда пропали все пчелы? Так называется статья на Süddeutsche Zeitung. Швейцарская. Да. Разве это швейцарская? Да. Просто южно-немецкое время, я думал, это... Ну ладно, фермеры уже ощущают на себя последствия исчезновения насекомых. Без диких пчел и других насекомых-опылителей на полки суперкваркетов поступает меньше яблок, черешни и голубики, пишет немецкое издание. Написано немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Ну, ошибся. Я вообще уже довольно долго слышу по поводу исчезновения пчел, то есть уже лет 10 там и в Великобритании это исследуют. Я так понимаю, что есть некоторые... Некоторое мнение, что влияют вышки сотовой связи каким-то образом на навигацию пчел, на их распространение, но это действительно очень-очень большая проблема, по-хорошему, потому что без пчел не будет нифига расти, либо это людям придется руками каким-то образом опыление производить. Кроме того, многие другие сопутствующие животные могут пострадать, которые и пчелами питаются, например, и которые медом питаются, и деревья, и так далее, и так далее. В Европе невероятное количество, конкретно в Германии, в других странах, там, в Италии, кто был и кто наблюдал за тем, как обрабатывают вообще всяческие сельскохозяйственные угодья, видели, сколько используется различных химикатов. Их просто используется невероятное множество. А вот в Беларуси более-менее с пчелами конкретно все нормально. То же касается голубики и других ягод. Их можно купить совершенно свободно, заказать там, не знаю, в каких-то магазинах, доставка с помощью доставки и так далее. Проблем нету. То же касается и США, я тоже скажу, что тут тоже... Ну, во всяком случае, в Калифорнии. Невероятное количество химикатов. Компания Байер, другие компании, там, не знаю, БАС, многие-многие другие, которые производят эти самые химикаты. Безусловно, фермерам лучше, чем нанимать людей на прополку, да, потому что... Ну, кто на прополку? Немцы, что ли, наймутся? Немцы где-то потусуются в офисе, посидят там, не знаю, пару каких формуляров, заполнят, потыхаются в компьютере, получат свои полторы тысячи евро и свалят домой. А целый день, извините, стоять там грядки, полодец, да, за 600 евро. Кто это используется? Используются румыны, поляки, литовцы, латыши, эстонцы и люди всяких третьих стран, особенно украинцы, иногда рай и белорусы в том числе. Вот кто используется, да, рабсила. Но им тоже надо платить деньги, им нужно давать жилье. Кстати, репортажов было по несколько по Евроньюз, у кого будет время, они есть там в архивах, посмотрите, в каких ужасных, рабских, нечеловеческих условиях живут вот эти временные рабочие. Это современное рабство, когда у людей во время эпидемии коронавируса нету питьевой воды и воды, чтобы помыть руки. Так люди работают в Испании, Италии, причем на крупные компании, на крупные корпорации. И когда журналисты Евроньюз пытаются с ними связаться, они совершенно честно говорят, слушайте, а что такое, все же нормально. Люди живут в шалашах из полиэтилена, и это просто бесчеловечные условия. Поэтому, что выгоднее, обработать гербицидами различными, да, побрызгал, и никаких сорняков-то не растет. Но эти химикаты, естественно, как они влияют на растения, я молчу уже, да, какого качества получается, да, там, продукция. Она, качество, кстати, хорошее, но другое дело, какие последствия для здоровья, скажем, да, и так далее. Плюс к этому для окружающей среды. Известно, какие проблемы у реки Рейн, допустим, да, в Германии экологически. Почему столь сильное экологическое движение в Германии? Потому что, ребята, ну, мягко говоря, очень хорошие химики, очень хороший инженер, немцы, но со многими вещами, мягко говоря, перестарались, да, с тем, что произошло, в общем-то, с природой, происходит с природой в Европе, в США тоже, кстати. Чем это закончится для природы, да, какие-то виды исчезнут навсегда, к сожалению. Ну, я хочу сказать, что в США сейчас очень распространяется так называемые органик-продукты, то бишь, Они строят разницу, чувствуешь, какая между органик и неорганик. Они, они не в... Он даже не в какой-то раз. Ну, там разные продукты по-разному стоят, но дело в том, что спрос... То есть, это же капитализм, ты понимаешь, да? И так как на них спрос есть, то... Есть, и он будет увеличиваться. И будет увеличиваться, а органик-продукты, это тут даже не просто нельзя использовать никакую химию, да? Это еще и на окрестных полях в каком-то радиусе не должна химия использоваться. Это важно. Вот эта сертификация не выдаст, тебе не дадут, если ты вот, вот на этом поле у тебя органик, а вот рядом совершенно поле, где ты химию используешь. То есть, это все начинает все-таки входить в жизнь и... И народ... Ну, то есть, здесь действительно в США есть некоторые проблемы с продуктами в том плане, что здесь много сахара используется, здесь много каких-то вот этих вот пестицидов используется. И в отличие от России, где ты съел какую-нибудь фигню, пошел к бесплатному доктору и это все сделал, здесь медицина очень дорогая. И народу выгоднее лучше покупать органик еду, чем ходить потом к доктору, что выйдет намного-намного дороже. И благодаря этому капитализму тут все-таки войдет здоровое... Точнее, оно уже вошло, это стало трендом. А, ну, по себе, Даду Альбертович, вот эти миллионы людей американских, да, которых уже здоровье испорчено раз и навсегда, к сожалению. Да, уровень больных с сахарным диабетом, уровень людей, у которых высокая масса тела и масса других людей, да, я сам человек полный, я скрывать не буду, да, но когда кто-то приехал в США, говорит, о, я увидел нормального среднего американца, да, не толстого, а вот обычный чувак такой, да, вот как собственно, а то, говорит, что-то у вас тут все худые, как приехал, такое ощущение, знаешь, просто кошмар, страшно смотреть, на тебя посмотрел, просто, понимаешь, на твоих округлых формах глаз просто отдыхает, понимаешь, после США. Поэтому нужно будет решать эти тоже проблемы, это серьезный вопрос, не только, кстати, для США, Европы, для всего мира, кстати, потому что в третьих странах, странах, назовем, третьего мира, где производятся многие продукты, там контроль еще более ослаблен, да, за качеством продукции, за теми химикатами, которые используются, это тоже проблема, поэтому что не поделаешь. Ну что, давай на этом заканчивать, почему-то. Да, будем заканчивать, еще в защиту США хочу сказать, что зависит от штата, вы понимаете, и от образования и дохода, потому что вот в той же Калифорнии, в Калифорнии за все время, что я тут больше двух лет, я видел только один раз реально тучного человека, вот прям такого большого, это потому что Калифорния один из самых дорогих штатов, соответственно, зарплаты тут повыше, тут куча университетов, вот эти большие реально толстые люди, это надо смотреть в депрессивных штатах, ну собственно, слушайте, ну как в любой стране, где меньше доход, где меньше зарплаты и образования, там соответственно и проблемы со здоровьем. образования, как в Африке, понимаешь, там люди вообще страдают от голода. Да, они просто доживают до 30 лет и умирают, понимаете. Да, они очень худые, а вот, ну как бы, это отдельный разговор, не будем уже, как говорится, заниматься не своими вопросами, есть там диетологи, врачи, есть политики, которые бы могли, в общем-то, распределить, чтобы, как говорится, толщина была приблизительно средней, никто от голода, по крайней мере, не убирал. Ну, до этого здоровья всем, счастья всем, кто дослушал, мы вас очень любим, пишите комментарии, помните, что можем, и мы не всегда правы, но мы стараемся. Да, то есть вы можете поспорить в комментариях, как, например, к прошлому выпуску делал кот Дивуар, милый котик, Владислав Краснов, скромный дядя, пожалуйста, мы читаем ваши комментарии с удовольствием. Спасибо. Специально, собственно, для вас это все и записываем, да. Бывайте здоровы, живите богато, а мы пока. Пока. Альбертыч и Стефаныч клевещут.